А если человек чувствует, что сейчас он находится на подъеме и немного ощущает вкус к работе, то не должен говорить «сейчас я нахожусь в таком состоянии, когда понимаю, что стоит быть работником Творца». Он должен знать, что сейчас он нашел милость в глазах Творца, поэтому Творец приближает его, и от этого он чувствует вкус в работе. И должен остерегаться, чтобы никогда не выйти из-под власти святости, говоря, что есть еще кто-то, который действует кроме Творца. Однако из этого следует, что найти милость в глазах Творца или наоборот, зависит не от самого человека, а только от Творца. И почему сейчас он приятен Творцу, а потом нет? Все это не во власти человека с его внешним разумом понять. И, сожалея о том, что Творец не приближает его к себе, должен также остерегаться, чтобы не переживать о самом себе, о своем отдалении от Творца. Ведь тогда будет заботиться о получении собственной выгоды, а получающий отделен от Творца. Тогда как должен сожалеть об изгнании Шхины, то есть о том, что он причиняет страдания Шхине. И для примера нужно представить себе картину, что в каком бы маленьком органе ни была у человека боль, она всегда в основном ощущается в разуме и в сердце. Ведь сердце и разум – это суть человека. И, конечно же, нельзя сравнивать силу ощущения отдельного органа с силой ощущения организма человека в целом, в котором в основном и ощущается боль. Так и боль, которую ощущает человек из-за того, что он далек от Творца. Ведь человек – это только отдельный орган Святой Шхины, поскольку Святая Шхина – это общность душ Израиля. И потому ощущение частной боли несопоставимо с ощущением общей боли. То есть Шхина страдает от того, что ее органы отделены от нее, и что она не может дать питание всем своим органам. И надо напомнить, что об этом сказано мудрецами, в то время, как человек сожалеет, что говорит Шхина – позор голове моей, позор от десницы моей. И поскольку не относится жаление об удаленности на свой счет, этим спасается от попадания во власть желания получать для себя. Свойства, отделяющие от святости. Точно так же, когда человек чувствует, что он немного приближен к святости, и есть у него радость от того, что удостоился благоволения Творца. И тогда возложена на него обязанность сказать, что главное в его радости то, что есть сейчас радость наверху, у Святой Шхины. От того, что была у нее возможность приблизить его к себе, ее отдельный орган, и она не должна отторгать его наружу. И от того, что человек удостоился доставить радость Шхине, есть радость и у него самого. И все это идет на тот же счет, ведь если есть радость у частного, это только часть той радости, которая есть у общего. И с помощью этих расчетов он теряет свою обособленность и не попадает во власть нечистых сил, желающих получать для своей пользы. Тем не менее, желание получать наслаждение является необходимостью, поскольку в этом весь человек. Ведь все, что есть в человеке, кроме этого желания, не принадлежит творению, а относится к Творцу. Но это желание насладиться должно быть исправленным, альтруистическим, ради отдачи. То есть оно должно получать наслаждение и радость только потому, что есть наслаждение на небесах от того, что наслаждается творение. Ведь в том и заключалась цель творения, чтобы насладить создание. И это называется радостью Шхины в высшем мире. И поэтому возложена на человека обязанность прислушиваться к советам, как он может доставить наслаждение Творцу. И, конечно же, если у него будет наслаждение, будет оно и у Творца. И тогда будет у него возможность развлекаться в его сокровищницах, чем, конечно же, доставить наслаждение и Творцу. Таким образом, все его устремления должны быть только во имя небес.